ПОЛИТИКА С ПРИВКУСОМ КЛУБНИЧКИ Политика с привкусом клубнички, ЛДПР раскрыли тему сис, ну так сказать, груди. А вот Шойгу раскрыл свой секрет провала. Это правда, что школьник Шойгу учился посредственно, был твердым троечником и стал хулиганом. Да, правда. В какой свежий скандал попала армия агрессоров под руководством этого троечника. А тем временем боевые роботы ВСУ уже на подходе. Пока новые ракеты уже громят захватчиков. А также, как стать денежной королевой в СИЯ-Московии. Надо просто удачно выскочить замуж. И другие истории самых богатых женщин за поребриком. И в конце смотрите о новых протестах армян против Москвы. Привет, я Андрей Засаднюк и это программа «В тренде». Ваша ежедневная порция самого интересного и важного, что сегодня впечатлило интернет. А помните, как Давидча весь интернет просто ржал над древними танками Т-55 и прочим оружейным антиквариатом для захватчиков? Да, так как-то. Так вот, знаете ли, все-таки зря. Вторая армия мира доказала – это не позор. Мы вам еще покажем, Кузькину мать. Вот это вот настоящий позор. Теперь на фронт бросают, не угадаете, кавалерию. И самое смешное, что все это всерьез. Командир полка с позывным «Башкир» похвастался – лошади теперь выполняют боевые задачи. Эти кони уже прошли военную подготовку, они приучены к громкому шуму, к звукам стрельбы и разрывов снарядов. Ну, что тут скажешь. Боевые кобылы в 21 веке – это, конечно, мощь. В век дронов, ракеты современных танков – именно лошади станут вершиной тактики второй армии мира. Уверяют, что это якобы даже круто, ну, потому что можно бесшумно и незаметно доставить до 200 килограмм груза. Ну, конечно, кто же не заметит на фронте лошадь с грузом в 21 веке? Это же очень необычно и очень незаметно. И самое интересное – захватчики уверены, что лошади помогут в поддержке боевого духа. Мол, таки смогли повторить, как деды, на конях, шашкой нагло, гойда. Ну, а если боевой дух поддерживается лошадьми, то, видимо, ситуация действительно тяжелая. А что вы думаете по этому поводу? Пишите мнение в комментариях. И каждый лайк – это ваш вклад в распространение этого позора оккупантов. И знаете, как-то даже стыдно на фоне такого прорыва рассказывать о достижениях в СУ. У них всего-то, знаете ли, какая-то там новая дальнобойная ракета, которая щелкает новейшие российские разработки, как орехи. Ну да, куда же тут до боевых кобыл? Это пылает аналоговнетная радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью. Называется «Предел-Э». Скрытность настолько повышена, что ее не просто уничтожили, но еще и издевательски преспокойненько снимали операцию дроном. Эксперты говорят, «Предел-Э» могла быть и вовсе в единичном экземпляре. Агрессоры хвастались, система якобы работает за счет аномального распространения волн, а дальность целых 400 километров, и это еще минимум. Но на деле же оказалась аномальная разве что ложивость российских вояк. И отлично «Предел-Э» разве что горит. И что самое важное, уничтожить ее могли даже не западным оружием, а именно украинской новейшей дальнобойной ракетой. Помните, парочку дней назад в том же Крыму триумфально разбомбили новейший комплекс ПВО С-400? Как утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, тогда работала именно эта отечественная разработка. А теперь, подозревают военные эксперты, мы можем воочию лицезреть ее очередной триумф. А помните такого Рому Зверя? Это солист группы «Звери». Хотя после того, как те начали открыто поддерживать войну и ездить к салтофонам с концертами, им бы, знаете ли, больше подошло бы название «Твари». А вот Андрей Хлывнюк, лидер украинской группы «Бумбокс». Он защитник Родины и исполнитель нашумевшего на весь мир хита в коллаборации с легендарной «Пинг Флойд» о юлузе Червона Колына. И он Рому Зверя открыто затроллил. Мало того, это не просто троллинг, а реально серьезное предупреждение всем оккупантам. Потому что в руках у него новая мощь украинской армии. Разведывательный беспилотник «Мини Шарк». Он впервые попал на видео. Это именно украинская разработка, в свое время покорившая международные оружейные выставки. Маленький, очень легкий и запускается буквально с рук в любой обстановке. Но при этом может держаться в воздухе 2 часа. И оснащен оптико-электронной системой с возможностью увеличения в 10 раз. Так что если кто-то думает, что может спрятаться, то нет. «Мини Шарк» все увидит. Недаром же Украину называют топ-1 в мире по производству беспилотников. А теперь успехи есть еще и в наземных боевых роботах. Вот этих красавцев сегодня продемонстрировал министр цифровой трансформации Федоров. На практике проверяли сразу 25 разработок. Дальше их отправят на фронт. Там, кроме традиционных камикадзе, еще есть и дистанционные турели, и беспилотные логистические роботы, ну то есть для перевозки грузов. Так что смотрите, вот это инновационный способ доставлять грузы на передовой от ядерной сверхдержавы с триллионными бюджетами. А вот это вот какие-то там жалкие потуги бедного фейлдстейта. Смотрите, не перепутайте. Почему же так происходит? Ответ внезапно дал сам Шойгу. Сейчас в сети разлетелось одно интервью фанерного маршала еще Познеру. Интервью старое, с тех времен, когда Шойгу не руководил не то что министерством войны, но даже и МЧС. Но оно очень многое объясняет. Так что матери да жены могут быть спокойны. Жизнь их родных в надежных руках троечника и хулигана. Это правда, что подросток Шойгу принимал участие в массовых драках стенка на стенку? Ну, школьников. Да, но откуда такие подробности? Значит, смотрите, если исходить из того, что характер человека, как нам говорят психологи, формируется в детстве, выходит, что, во-первых, вы не любите учиться, во-вторых, вы страшно рискуете, и, в-третьих, вы довольно агрессивный человек. Это вот годится для того, чтобы возглавить такую махину, как МЧС? Не, ну если следовать вашим оценкам, вашим выводам, то, конечно, не годится. А, по-моему, теперь вот негодность фанерного маршала подтвердилась еще и опытом провальной войны. Его бы не то что там к министерским креслам, но даже на работу попроще нельзя подпускать. Но для Путина это не проблема, даже плюс. Потому что для любого авторитарного лидера сильная армия – угроза. Именно там могут рождаться лидеры с по-настоящему сильной рукой. Так что за провалы на фронте благодарите бункерного деда. Он сознательно гробил войска, поставив во главе троечника, даже не служившего в армии. Да и вообще, в путинской России на вершины поднимаются чаще всего отнюд не благодаря талантам и успеху. Журнал «Форбс» сделал свежий рейтинг богатейших женщин России. И там разве что одна Татьяна Бакальчук может похвастаться собственным успешным бизнесом. Она – основательница «Вайлдерис» и получила первое место с 7 миллиардами долларов. А вот на втором – Татьяна Литвиненко. Она владеет пятой частью акции гиганта «Фосагра». И 2 миллиарда и 800 миллионов долларов. Вы о ней, возможно, и не слышали. Зато вот Путин очень даже хорошо слышал. Ее муж Владимир Литвиненко – очень близкий человек президенту. Возглавлял ученый совет, где Путин защитил свою кандидатскую диссертацию. И именно за это, как считается, и был одарен миллиардной долей «Фосагра». Ну, потому что откуда у простого советского ученого были деньги на такую сделку – неизвестно. В десятку также вошли супруга Алексея Мардашова – Марина. У нее почти 2 миллиарда зеленых. Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина имеет миллиард и 300 миллионов. О, опять же, вдовы основного владельца «Уралсиба» Людмилы Коган – 725 миллионов. А дочерь основателя новотека Виктория Михельсон разжилась на миллиард и 200 миллионов долларов. Как видите, все эти богатые да знаменитые скорее просто успешно выскочили замуж за денежных мешков, заработавших состояние на отжатых у народа активах и близости к Кремлю. Ну, или просто родились их дочерьми. Умным, но простым россиянкам места на Олимпе не осталось. А тем временем в России разворачивается агитация перед будущими так называемыми выборами. Ну и раз сами выборы – это полный трэш и шапито, то и политическую рекламу делают тоже подстать. Смотрите внимательнее на этот пикантный во всех смыслах ролик ЛДПР. Девушка пытается поймать машину на трассе. Ну и начинает завлекать своими, так сказать, прелестями. Хотя не получается. И вот тут зацените глубину дна креатива. Вдруг переодевается в футболку ЛДПР. Да уж, придворный клоун Жириновский ушел, но дело его живет. Видимо, ничего кроме клоунады предложить народу псевдополитики уже не в состоянии. И вот точно так же ничего кроме клоунады и кидалова Россия не может предложить и своим якобы союзникам – армянам. Они по договорам были обязаны защищать Армению в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха или Арцаха. Но, как известно, не было ни сил, ни желания. И теперь вот и в Ереване, и в Степанакерте, столице непризнанной республики, разгорелись спонтанные протесты. Требует у России? Да начините же вы наконец-то свое слово «держать». Потому что та еще якобы гарантировала безопасность в Лачинском коридоре. Но не может. И на днях там вспыхнул очередной конфликт с задержанием местных. Вот вам и еще одно доказательство. Хуже войны с Россией может быть только дружба с ней. Потому что любые договоренности та нарушает легко и непринужденно. А поверившие в силу московского слова и оружия ощущают весь ее цинизм. Вот хорошо только, что протестов против российского влияния в Армении все больше. И почти последний союзник на бумаге просыпается. Нет, нет, нет! Нет, нет! ОДКБ предало нас, в том числе Россию, которую считают якобы союзником Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова